Здравствуйте! С вами передача «Взрослые игры» и я, Марина Табекина. Все мы в своей жизни сталкиваемся с трудными ситуациями, но иногда сложнее всего решить то, что кажется в принципе несерьезным. Ситуация знакомства с противоположным полом на сегодняшний день переходит в разряд сложных категорий. Как познакомиться с тем, кто привлек твое внимание? Что для этого использовать? С чем же связаны трудности при знакомстве? Ну, наверное, в первую очередь с тем, что, как правило, этот навык у большинства из нас утерян. И поэтому, когда мы встречаем человека, который привлек наше внимание, чаще всего мы пасуем и упускаем свой шанс. Работая в серии женско-мужских отношений и наблюдая за окружающими людьми в общественных местах, я могу сказать, что у большинства из нас утерян не только навык знакомства, но даже иногда элементарный словарный запас для того, чтобы, в принципе, пообщаться друг с другом. На сегодняшний день больше принято знакомиться в кругу друзей, через знакомых или хотя бы в переписке на различных сайтах. И, соответственно, получается, что когда мы встречаем человека, и чем значенней по критерию привлекательности он для нас является, тем больше мы теряем возможность общаться и производить какое-то впечатление. А получается, что фактически мы уже ничего не умеем. Предлагаю рассмотреть причины, которые сдерживают мужчин и женщин в ситуации знакомства. Мужчины, как правило, в основном останавливаются на стадии рассматривания понравившейся женщины по трем причинам. Первая – я ее недостоин. Чаще всего это низкая самооценка, и мужчина, в принципе, останавливается просто потому, что считает, что он ниже по статусу, по привлекательности. Вторая – у меня не хватит сил и энергии. Чаще это мужчины, которые уже достигли определенного возраста, и не старости, и не пенсии, поверьте мне. Просто достаточная зрелость и ума, при котором они оценивают, что на женщину нужно будет потратить достаточно много усилий в процессе ухаживания. Ну и третье, самое распространенное, независимо от возраста, – это мотивация избегания неудач. Все равно ничего не получится. Зачем тратить силы? Посижу, понаблюдаю и получу удовольствие. Женщины же в большинстве своем считают, что инициативу, в принципе, всегда должен проявлять мужчина. И тем не менее, у них тоже есть причины, которые ограничивают их знакомство. Но первое – это страх казаться доступной. И поэтому не то, что инициативу не проявляю, но даже если мне улыбаются, не обязательно буду улыбаться в ответ. Вторая причина – страх показаться неуклюжей. Не то скажу, не так себя поведу. Лучше, в принципе, стоять и делать вид, что я не заинтересована. И третья причина, наиболее распространена, конечно, больше в молодежной среде – это гордыня. Я достаточно хороша, поэтому мужчина должен подойти ко мне сам. Ну и, конечно же, как можно ярче за мной ухаживать для того, чтобы я показала свою благосклонность. Вот и получается, что первые недостаточно хороши, и поэтому считают, что не будут тратить усилия. А вторые достаточно хороши, и поэтому, в принципе, остаются одни. Ребята, начнем лабораторию. Приготовиться, все необходимое. Ага. А и все. Нельзя резать на обувь. Только здесь и здесь. Это удивительное существо. К сожалению, не все. Давай сделать все, чтобы получали. Ну, раздавайте. Ну, в целом, конечно же, не все так печально. И мужчины, и женщины действительно стараются знакомиться, и стараются произвести нужное впечатление. Не всегда у всех это получается, поэтому сейчас мы с вами разберем, чем отличаются мужские способы знакомства от женских. У мужчин самый распространенный – это атака. Быстро подойти, быстро нарушить дистанцию, быстро начать разговаривать фактически выглядит очень навязчиво. Есть масса минусов. Дело в том, что женщина не успевает расслабиться и почувствовать безопасность. Соответственно, очень часто, даже если мужчина нравится, она может отказать. Второй вариант мужской – это долгое высматривание жертвы. Они долго сидят, долго наблюдают за понравившейся женщиной, стараются показать ей, что достаточно обратили на нее внимание. И таким образом надеются на то, что она проявит сама инициативу. Очень частое сидение в кустах приводит к тому, что все-таки кому-то повезет. Ну, а кто-то в определенный период уходит один, оставшись не у делу. Ну, и третий вариант мужской, конечно же, это поиск общих мест посещения, общих знакомых, может быть, общих интересов. Действительно, может быть, это самый комфортный вариант, когда мужчина понимает, что понравившаяся женщина не будет напрягаться и, соответственно, не вызовет у него определенный негатив. А значит, можно найти приятную тему для беседы и все-таки расслабиться и познакомиться. Ну, и совсем не вариант, но тоже стал использоваться достаточно часто мужчинами – это молчаливый способ знакомства. В принципе, когда мужчина просто подходит, стоит рядом, молча смотрит в глаза, может взять за руку, иногда начинает прикасаться к волосам. Поверьте, не каждая женщина это оценит, не каждая поймет, что с ней таким образом пытаются познакомиться. И уж тем более не каждая это понравится. Поэтому здесь шансы у большинства очень ничтожны. Женские знакомства тоже не блещут разнообразием. Есть, конечно, определенный процент девушек, которые, прочитав книжки по пикапу и по знакомству, все-таки стараются технически что-то применять. Из них единицы, кто действительно способен подойти к мужчине и проявить инициативу. Или хотя бы попросить по помощи, ну или хотя бы приветливо улыбнуться. В основном все сводится к тому, что дамы предпочитают ожидать кавалеров. И чаще всего не способны даже на дружелюбный взгляд в сторону того, кто произвел хорошее впечатление. В большинстве своем они смотрят в пространство и говорят «завоюй меня». В некоторых случаях все бывает еще сложнее. Когда к девушке подходит понравившийся мужчина, мало того, что она становится недружелюбной, она часто может встать в такую воинственную женщину-амазонку, которая всячески показывает, что ей неинтересно знакомство и защищается дистанция от общения с мужчиной. Но увы, потом, как правило, когда мужчина отходит, очень часто женщина раскаивается в таком поведении, потому что оно происходит автоматически. Конечно же, все очень индивидуально. Мы теряемся, мы стесняемся, мы отталкиваем того, кто нам очень понравился. Но бывает, что самое плохое – это когда мы стараемся еще больше понравиться и стараемся преувеличивать свое поведение. В тех случаях, когда мы демонстративно начинаем хохотать, бурно выражать свои эмоции, соответственно, иногда выглядим намного вульгарнее и глупее, чем есть на самом деле. И поэтому здесь очень важно понимать, где присутствует та самая золотая середина для того, чтобы производить правильное впечатление. Неужели большинство из нас не способно знакомиться? Я думаю, ответ нет. Просто в большинстве случаев, когда мы встречаем человека, который нам интересен, наша самооценка очень быстро ползет вниз. И, соответственно, у нас не получается вести себя таким образом, чтобы произвести интересное и достойное впечатление. И, конечно же, в этой ситуации еще важно учитывать возраст человека, стаж его отдельного проживания, стаж проживания в паре, потому что если этот человек очень давно не знакомился, то чаще всего он потерял этот навык, если вообще когда-либо это делал. Ну а если человек, в принципе, общительный, то у него не будет проблем с проявлением инициативы. Основная проблема тех, кто не умеет знакомиться или попросту не умеет мотивировать себя, это отношение к самой ситуации знакомства. Здесь очень часто слышны отговорки. «Да не очень-то и надо. В принципе, мне хорошо одному. Меня все устраивает». Чаще всего это признаки избегания мотивации и неудач, когда мы все боимся попасть в ситуацию фиаско, из которой, как нам кажется, мы будем очень долго выбираться. Соответственно, мы стараемся себя утешить и обесценить саму ситуацию и надеемся на то, что в конечном счете чудо каким-то образом само по себе произойдет. Поэтому в таких случаях рекомендуется к ситуации знакомства относиться как к развитию, как к подготовке к самостоятельной жизни. Когда вы стараетесь проявить инициативу к любому человеку, который вам хоть чуть-чуть интересен, ну и, конечно же, поощряете себя за это. А еще можно вести дневник успеха, в котором указывать, в каких ситуациях у вас получилось лучше всего познакомиться. Но это именно для тех, кто хочет стать действительно продвинутым, для того, чтобы создавать для себя полноценный и интересный круг общения. Важно учитывать, что в этой ситуации мы можем создавать себе комфорт, при этом понимая просто, да, где какая ситуация, как себя в ней вести и какие темы лучше использовать. Чаще всего все люди думают, что знакомиться проще в специально отведенном для этого местах. Например, клубы, рестораны, сайты. На самом деле это абсурд. В тех местах, где люди якобы предпочитают знакомиться, больше всего напряжение. И поэтому проще, на самом деле, и легче подойти к человеку в той ситуации, в которой он к этому не готов, в которой, в принципе, происходит что-то другое, и он отвлечен, на этим занят. Тогда он может не просто познакомиться, но и поделиться информацией непосредственно той, которую получает в этой ситуации. Поэтому любое место, которое не предназначено для знакомства, лучше всего подходит для этого. Это и перекресток светофора, когда вы можете кивнуть и улыбнуться из машины. Это и зрительские места во время соревнований. Это и походы по магазинам. На самом деле здесь все зависит от того, насколько вы дружелюбны и к месту способны проявить инициативу. Ну хорошо, а ты еще побоялись пригласить Кристину. В этом нет ничего стыдного, это не проблема. Ну полегче, кудрявый. Я не боюсь пригласить женщину. Вот смотри. Эй, выпьем? Нет. Отлично, видишь, все нормально. Как начинать неподготовленному новичку? Ну, в первую очередь необходимо учитывать, что дружелюбие – это основной компонент при знакомстве. Даже если вы знакомитесь с противоположным полом, поверьте, проще всего заходить из ситуации дружеского общения. А для этого нужно уметь поддерживать контакт глаз. Поэтому тренируйтесь, дорогие мои. Контакт глаз с противоположным полом – это весьма увлекательное занятие. А далее, если человек вам понравился, необходимо наблюдать его реакцию на себя. Она тоже должна быть открытой и дружелюбной. И вот тогда можно действительно кивнуть в ответ, поприветствовать, поинтересоваться, не знакомый ли. А если не знакомый, то, может быть, уже пора. Главное в этой ситуации – уметь быть деликатным, считывать настроение партнера. И если вы видите, что человек растерялся, иногда тоже стоит слух проговорить, что эта ситуация для вас стеснительна. Но, тем не менее, вы бы хотели пообщаться с этим человеком. И намерения ваши очень даже позитивные. Для этого необходимо, конечно, учитывать критерии, по которым можно определить, что человек, в принципе, готов к знакомству. И, конечно же, готов к знакомству с вами. Ну, я уже сегодня достаточно много говорила про контакт глаз. Но он должен не просто быть. А необходимо понимать, что это доброжелательный контакт глаз. И в нем отсутствует агрессия. Потому что, если человек смотрит вызывающе или у него, в принципе, потухший взгляд, то, возможно, ему сегодня точно не до вас. Но даже если человек остановился, опустил глаза и застеснялся, остановитесь и вы, дайте ему время. Возможно, вы увидите, что постепенно человек приходит в себя и начинает оглядывать вас. Или оглядываться в поисках вас. Вот тогда у вас точно все шансы есть. Ну, а если вы заслужили пристального внимания и наблюдаете, что вас принципы с интересом и даже где-то самоуверенно рассматривают, тогда дайте примерно 30 минут, чтобы человек адаптировался к тому, чтобы у него появилась действительно идея знакомства с вами. И потом уже точно можно проявлять инициативу. Поверьте, чаще всего человек сопротивляет некоторое время знакомству именно исходя из ситуации безопасности. В большинстве случаев, когда он успокаивается и адаптируется к мысли о том, что с ним кто-то хочет пообщаться, он будет рад приветливому общению. Конечно же, в ситуации знакомства важно избегать некоторых ошибок. Первое и самое основное – это резкое нарушение дистанции. Особенно в тех случаях, когда это выглядит достаточно агрессивно. Это может и отпугнуть, это может и вызвать тревогу. Второе – это неуверенное использование юмора. Если вы не шутник, то поверьте мне, лучше вы будете серьезным и тихим, чем неуклюжим и смешным. Чаще всего это приводит к тому, что номер телефона может затеряться, а мужчина, который говорит свой адрес в соцсетях в глазах девушки, выглядит недостаточно достойным. Помните, первое впечатление очень важно производить с позицией воспитанности и безопасности. Нам всегда приятнее, когда нас не напрягают, когда учитывают наши желания и потребности, и когда собеседник создает нам комфорт. Клоун. Не угадала. Супер-альфа. Шоколадный. Сечешь, о чем я? Сядь, ты уже шоколадный. Никакого уважения к человеку. Как произвести положительное впечатление, когда с вами знакомятся? Ну, начнем с того, что если вы чувствуете неловко, то стоит обязательно об этом сказать, но так, чтобы это не выглядело агрессивно. Например, вы меня поставили в неловкую ситуацию, или вы знаете, вы вызвали у меня стеснение. Тогда некоторые ваши реакции уже будут, в принципе, приняты. Очень важно быть искренним, ну и, конечно же, где-то постараться поощрить того, кто проявил инициативу в ситуации знакомства, даже если этот человек не очень вас заинтересовал. Поверьте мне, в дальнейшем, возможно, и вам вернется это с Турицей. Самое главное, конечно же, даже если не найдены темы для разговора, не торопить события и не убегать. Вы можете поговорить на одну общую тему отсутствие опыта знакомства. Возможно, это вас объединит, и даже где-то вы вместе над чем-то посмеетесь. Важно помнить, что использование юмора или привлечение в ситуацию знакомства каких-то своих друзей может только испортить ситуацию. Поэтому лучше пройтись рядом и помолчать, потому что другой человек может вызвать напряжение, а ваш юмор, который неуместен, может произвести ненужное впечатление. И тогда, увы, получится, в принципе, что вы как бы оттолкнули сами человека, который вам интересен. Ну а в целом, я вам всем желаю относиться к этой ситуации намного проще. И тогда, поверьте мне, у вас появится достаточно много интересных людей, и ваш социальный круг общения будет очень увлекательным. На этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас. Ну а в следующий раз мы поговорим о первом свидании. Как можно испортить впечатление о себе? И что нужно сделать, чтобы попасть в черный список? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова